А прямо сейчас к нам присоединились наши телезрители из телеканала ТБН, и мы очень рады, и мы приветствуем всех вас, хотя вы, может быть, не услышите сейчас громких аплодисментов, как это обычно было, но поверьте, каждый из нас рад, что вы присоединились, и мы радуемся друг другу. И знаете, мы развиваем свою веру, да, теперь, чтобы радоваться верою, думая, зная, что мы вместе, что я не просто один тут за кафедрой в офисе стою, вот в окружении нескольких еще человек, которые помогают все обустроить, но я знаю, что церковь сегодня перед Господом собралась вместе. И вот это единство, оно так драгоценно перед Богом. Можно собраться в большой аудитории, видеть друг друга, думать о своем, там, значит, размышлять о чем-то своем и быть не вместе, а можно быть и в разных местах, но быть в одном духе. Помните, апостол Павел сказал такую фразу, он сказал, что я нахожусь не с вами, но я духом моим с вами, как будто я там, прям с вами. И поэтому он даже принимал решение, находясь дистанционно, отделенно от общего собрания. Это особенное время, когда от каждого из нас требуется наша личная ответственность, чтобы быть в единстве с собранием своим. Когда апостол Павел говорил в послании к евреям, написано, что не оставляйте собрание своего, как есть у некоторых обычай, то им тоже там нужно было приложить достаточно серьезное усилие, чтобы не остаться где-то в одиночку. Тогда были времена гонений, тогда не было вот таких возможностей технических, чтобы быть вместе, как мы сейчас в онлайн можем собраться. Но они прилагали усилия, и уже тогда эта ценность прозвучала. «Не оставляй собрание своего». Это значит, дьявол постарается своровать у тебя это единство с общим собранием, а тебе надо приложить усилия, чтобы у дьявола ничего не получилось. И церковь – это тот организм, с которым никакой дьявол не сможет справиться. Аминь. Я хочу прочитать вам в начале этой проповеди два стиха из послания к евреям, седьмой главы. Конец пятнадцатого стиха и шестнадцатый стих я прочитаю для вас. «Восстает священник иной, который таков не по закону заповеди плотской, но по силе жизни непристающей». И мы чуть позже еще, я прокомментирую, что это значит. Но уже сейчас, из того, что я прочитал, мне кажется, достаточно ярко выделяется эта мысль, что восстает священник иной. Речь об Иисусе Христе. Эта глава описывает о том, что Иисус Христос священник, но Он не такой священник, как всем. Он особенный священник. Он священник, который вошел не просто во святое святых, не просто за завесу. Он вошел в само Царство Божье, Он вошел туда во святое святых, в настоящее, и Он вечно жив. Эта глава описывает, и следующее тоже, какой Иисус особенный священник. И вот здесь мы читаем, восстает священник иной. И чем же Он иной? Он иной, Он отличается от всех других священников, ну, кроме всего прочего, о том, что там написано. Он отличается тем, что Он не поставлен человеками. Он отличается тем, что Он нигде не учился, чтобы быть этим священником. Родители Его, ну, не были из священнического рода. Он нигде не учился. Если вы читали Писание, то наверняка вы помните, как фарисеи и книжники, они удивлялись, они задавали Ему вопрос. Иисус, откуда у Него эта власть, которую Он имеет, и кто дал Ему эту власть? Эти вопросы они задавали Иисусу, не понимая, ведь Он не учился, ведь никто Его не ставил. Откуда у Него эта сила? Почему у Него эта власть? Почему, когда Он говорит, толпы людей слушают Его? Почему они пытаются найти хотя бы одного и заставить Его быть послушным им, но у них не получается, обходят море и сушу, и не могут хотя бы одного найти? А за Ним толпы идут, когда Он говорит в Его слове власть, в Его слове сила Божия. Откуда они реально не могли понять? Да и многие люди на самом деле не могли понять. Ни родственники Его, ни окружение Его близкое не могли понять. Они так и спрашивали, не плотников ли Он сын? Его сестры, Его братья, все перед нами, все мы нормально общаемся, все понимаем друг друга. Откуда у Него это? Откуда у Него эти силы? И они не могли понять. И на самом деле, по-человечески это не было понятно. Он не родился в царских чертогах, он не воспитывался у ног какой-то знаменитости, он не был бизнесменом, который мог бы себе позволить каким-то другим способом получить, может быть, за деньги, эту власть и силу. Но у Него все это было. Женщина, одна, которая страдала множество лет кровотечением, написано, истратила на врачей все свое имущество, она просто сказала, что если я только прикоснусь, я выздоровею. И когда она прикоснулась, пробившись сквозь эту толпу, рискуя своей жизнью, она просто прикоснулась. Из Иисуса, написано, вышла сила. Исцелила ее в тот момент. Исцелила ту, которую никто не мог исцелить, ни деньги ей не могли помочь, ни врачи самые современные не могли ей помочь. Но как только она прикоснулась к Иисусу, высвободилась эта сила Божья и исцелила ее в то же мгновение. И это была такая радость, и это было чудо. И все смотрели, не могли понять, как это происходит. Каким образом Он имеет эту силу и власть. И сегодня, конечно, мы понимаем, эта власть была непосредственно от Бога. Эта сила была на Иисусе непосредственно от самого Бога, который сотворил небо и землю. И Он не нуждался в том, чтобы люди подтверждали эту власть. Он не нуждался в том, чтобы кто-то мог Его вдохновить, чтобы кто-то Его организовал, чтобы кто-то дал Ему силу и укрепил Его, и сделал сильным. Нет! Он особенный написано тем, что Он не по закону заповеди плотской, не по человеческому вот этому обряду, обычаю, Он получил эту силу и власть. Но написано, по силе жизни непристающей. И вот это слово непристающая, не то, что не надо приставать кому-то, то есть сложно понять, если просто прочитать по-русски. Я посмотрел в греческий оригинал, и вот что означает это слово дословно. Непристающая, значит, нерастворимая, одно значение. Неприходящая, то есть она никогда не заканчивается, она не перестает, она не проходит просто когда-нибудь, она не истекает. Неприходящая и неразрушимая. Итак, нерастворимая, мне очень нравится это значение, этого слова. Она не растворяется где-то, она остается Божьей, понимаете? Она ни с кем не договаривается, она не зависит от обстоятельств, она не зависит от силы какая-то, которая против нее восстает. Она не зависит, она не растворяется, она не приспосабливается, она не подстраивается, она не старается выглядеть лучше. Когда она действовала через Иисуса, ему неважно было, суббота это было, или понедельник это был. Как о нем подумают сейчас эти фарисеи и книжники? Какое последствие это будет иметь? Он не приспосабливался. И даже сами эти книжники и фарисеи, они признавали, подходя к Иисусу, они говорили, мы знаем, что ты учитель вот от Бога, и ты не ищешь ничего, чтобы одобрение от людей было. Они видели эту независимость. На нем была сила, которая никогда не приспосабливалась под это общество. Дальше. Она, то есть она нерастворимая, она не приходящая, она никогда не заканчивается. Она не то, что вот, ну, все, вот здесь чудо получилось, все. Фух, теперь как бы это чудо сохранить? Теперь мы будем вечно помнить это чудо. Теперь мы вечно будем помнить, что когда-то, 15 лет назад, Бог нас исцелил. Сейчас я болею, ну, конечно, ну, а что ж, 15 лет назад это было, а сейчас уже я даже не знаю как. Нет, она не заканчивается. Она не приходящая, она никогда не пройдет. Она всегда была, есть и будет всегда. Это сила Божья, которая была на Иисусе Христе. Это сила жизни. Мне так нравится это словосочетание. Это сила жизни. Понимаете? Не сила смерти, которой подвержены все живущие на этой земле, которые зависят от всего, написанной за страха смерти. Они прогинаются перед этими грехами и так далее. Но сила Божья, это сила жизни. И она никогда не заканчивается. И последняя, она неразрушимая. Понимаете? Она неразрушимая. Ее никто не может разрушить. Когда сила Божья начинает действовать, никто рядом не может стоять. Никто не может ей противостать. Однажды Иисуса схватили. И они думали, ну все, наконец-то мы избавимся от Него. Все силы дьявола ополчились против Иисуса, чтобы просто убрать Его. Он был как бельмо на глазу у них. Он прям раздражал их, потому что Он говорил истину. Но Он говорил правду. И через Него текла эта сила жизни. И они согласились, чтобы схватить Его. Они схватили Его. Он позволил им это сделать. Они изуродовали Его, как только можно было. Написано, не было в Нем. Невозможно было узнать даже Его. Настолько Он был обезображен. В результате Его пригвоздили римскими гвоздями к кресту и распяли. И Он, истекая кровью, молился о своих гонителях, о своих обидчиков, просил милости Божьей. И в результате Он сказал, совершилось. Написано, и испустил дух. Он умер. И, казалось бы, все, эта сила, она потерпела крушение. Сила смерти оказалась больше. Но это не так. Потому что на третий день распитый Иисус Христос воскрес из мертвых. Он воскрес. Он живой. Его сила остается действующей прямо сейчас. Она так же никогда не заканчивается. Она так же ни под кого не подстраивается. И она такая уже сильная. Никто не может противостать силе Божьей. Никакой вирус. Никакая ложь. Никакая политика. Ничто не может остановить силу Божью, которая действует. И, кстати, хорошо, это попозже немножко. Следующее, что я хочу сказать. Мы еще вернемся позже немножко к этому, к силе Божьей. Но следующее, что я хочу вам прочитать. Это из Евангелия от Марка, из 16 главы. Это последняя глава Евангелия от Марка. И это слова Иисуса Христа, который уже воскрес из мертвых. И он пришел сначала к Марии. Точнее, явился вот так Марии. Открылся ей. Она узнала. Потом его побежала всем рассказывать, всем этим ученикам, которые там 11 сидели вместе. Она рассказывала, они не верили ей. Потом Иисус встретился на дороге с двумя, которые шли по дороге в Ямаус, написано в это селение. И потом им открылся. И они побежали рассказывать. Вдохновленные. И вот с 14 стиха я читаю вам дальше. Евангелия от Марка, 16, 14. «Наконец явился самим 11, возлежавшим на вечере в кавычках». Ну, наверное, то есть в скобках переводчики добавили. Ну, по всей видимости, на вечере. Не знаю, может спали, может это. Но возлежавшим. Это слово означает, скорее всего, они кушали, они вкушали. Они вместе просто были, кушали, общались, наверное, размышляли, как им жить дальше. «И упрекал их». Вдруг Иисус предстает в этой горнице перед своими учениками и упрекает их. Интересно, Христос воскресший, он, наверное, вдохновить же должен. Он же воскрес. Он предстал перед ними, они все в шоке. Думали, что может быть признак, призрак. Иисус открылся им, он показал им, дал им потрогать себя. И он упрекал их. За что? Написано «за неверие и жестокосердие», что видевшим его воскресшего не поверили. Сколько сегодня людей находятся в подобной позиции. Они смотрят на других, которые переживают Бога, которые исцеляются, которые имеют на себе эту силу Божью, и которые проповедуют, говорят, поют. Сегодня прославление такое прекрасное было. И они говорят, ну это там, это у них, наверное. Им говорят, Иисус воскрес! Он живой прямо сейчас! Эта сила Божья может действовать в своей жизни! Они говорят, ну да, наверное, но когда Иисус воскрес, у них все. Это вот как у этих учеников, наверное. Они даже перестают думать об этом. Приходит Иисус, и он упрекает за неверие и жестокосердие, что видевшим его не поверили. Человек иногда в своей гордости говорит, вот пока Бог мне не откроется, вот пока я его не увижу, я не поверю. Это гордость. Иногда Бог действует так, что он говорит, посмотри на других. Смягчи свое сердце. Не будь таким жестким. Не будь таким судящим. Посмотри на других. Послушай. Иногда Бог, чтобы вдохновить тебя или чтобы передать тебе свою весть, Он использует других каких-то людей и ожидает, что ты поверишь, что ты захочешь это принять, а не начнешь противодействовать. Итак, Иисус единственное, за что их упрекал. Не за то, что они отреклись от Него в свое время. Он упрекал их не за то, что они оказались слабыми. Он упрекал их за то, что они не поверили, что Он воскрес из мертвых. Потому что если мы верим в Бога, если мы верим в Иисуса Христа, но мы не верим, что Он воскрес из мертвых, и что Он сейчас жив, и что Его сила сейчас прямо действует, то тогда мы остаемся безоружными. Мы просто с теоретической верой, что где-то Бог, наверное, есть. Да, когда-то Он был, но, понимаете, Иисус их упрекал за то, что они не поверили, что Он воскрес из мертвых. И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Здесь так много мыслей, я не могу на многом останавливаться сегодня, но все равно хочется подчеркнуть. Я всегда понимал, что надо заменить это слово «тварь» на «творение», наверное. Как-то грубовато звучит, да? Посмотрел в оригинале, и все-таки смотрю, что оно в других местах написано «человеки», «люди». Значит, Бог все-таки никак к тварям относится к нам, да? Он относится к людям нормально, все, Он понимает, что есть твари и есть люди. Но написано, что здесь Он говорит, идите и проповедуйте всей твари, то есть всему творению. Однажды Он обратился к смоковнице и проповедовал ей, понимаете? И не нашел на ней плода, начал проповедовать, она засохла, потому что оказалась вот неверной, потому что не принесла плоды в свое время. Не надо об этом сильно много думать сейчас, я просто привожу в пример о том, что Иисус проповедовал не только людям, понимаете? А однажды, да множество раз, Он обращался к бесам и говорит, «Выйди из него!» И бес подчинялся. Это тоже проповедь, понимаете? Это тоже Евангелие. Он провозглашал свободу этому человеку и провозглашал разрушение действию этих бесов. Поэтому Иисус проповедовал не только людям, и Он говорит, идите. Он говорит здесь своим ученикам, идите и проповедуйте всей твари, всему тварному, абсолютно всем, люди это, бесы, какие-то духи, болезни, инфекции, препятствия, какие-то обстоятельства, проповедуйте всему, что создалось, всему, что окружает вас, проповедуйте. И каждый, кто уверует, спасется. А каждый, кто не уверует, написано, осужден будет. И дальше, это то, о чем я хотел проповедовать. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Понимаете, речь идет об уверовавших. Речь идет даже не о тех учениках, которые находились в той горнице. Иисус им давно уже дал власть исцелять больных, освобождать от бесов. Он давно их уже посылал по двое, у них уже была практика, опыт. Он уже не о них говорит. Он говорит, что будут люди, которые поверят в меня, которые поверят и доверят мне свою жизнь. И вот их будут сопровождать эти знамения. Именем моим будут изгонять бесов. Это первое, с чем сталкивается христианин. Бесы ополчаются не так, как раньше. Раньше они просто вели и направляли человека через его желания, через его какие-то обстоятельства, направляли к грехам, направляли к смерти. И каждый человек подвержен рабству смерти, и каждый человек подвержен дьяволу. Если человек не принадлежит Богу, хочет он этого и не хочет, он идет на поводу дьявола. И там дьявол особенно даже не напрягается. Просто мысль закинул, просто желание возбудил, просто похоть пришла, и человек уже ничего не видит больше. Он не свободный, он раб греха. И он идет на поводу и делает, даже понимает, что это во вред ему. Понимает, посадят ведь. Или еще что-нибудь того хуже будет, но все равно идет и делает, не может противостать желанию. Поэтому там дьявол сильно не напрягается. Но вот когда человек обращается к живому Богу, и дьявол понимает, что он просто теряет его, первое, с чем человек сталкивается, это с противодействием этого духовного мира. И вдруг кто-то ополчается против, и вдруг какие-то обстоятельства странные возникают против этого человека. Иисус говорит, уверовавших же, не бойтесь. Если вы уверовали в Иисуса Христа, у вас есть та же сила и та же власть, которую и Бог дал Иисусу. Когда он ходил по этой земле и освобождал людей от бесов, и исцелял больных, и провозглашал Слово Божье, у каждого верующего в Иисуса Христа появляется та же самая власть. И он говорит, уверовавших же будут сопровождать сии знамения, именем моим будут изгонять бесов. Будут говорить новыми языками. И это следующее, что здесь обозначено. И я думаю, что речь идет об отношениях с Богом, об отношениях личных с Богом. Они будут говорить новыми языками. Они не будут больше крутиться, не будут больше врать, не будут обманывать. Они будут говорить новыми языками. Они получат сверхъестественную способность говорить Духом Божьим, когда иные языки будут выходить из них, и для того, чтобы благословлять этот мир, благословлять этот народ и приводить людей ко спасению. Дальше. Будут брать змей. То есть они не будут даже особо, получается, заботиться о том, чтобы, ну, или не то, что не будут заботиться, но это смертоносное, то есть змеи. В то время все понимали, если змея укусит, как это оказалось там однажды, апостол Павел собирал хворост, чтобы бросить в огонь, и он поднял кучку хвороста, и все замерли, потому что у него на руке повисла ехидна, то есть змея ядовитая. И для всех было очевидно, что она не может не укусить, она просто вцепилась в него, она держалась зубами своими за апостола Павла, и он увидел ее, стряхнул ее в огонь, и все в ожидании были, когда он упадет. Вот что они ожидали. Когда он сейчас задергается, задрыгается, что-то с ним начнет происходить, потому что он не может не умереть, на нем висела только что зубами своими держалась ехидна. Но написано, как прошло много времени, то и с ним все было в порядке, они вдруг сменили свой образ мыслей и говорили, так это Бог, потому что другого не может быть. И в общем-то отчасти они были правы, потому что на апостоле Павле была та же сила, та же благодать, что на Иисусе Христе. Поэтому в принципе он отображал этого живого, настоящего Бога. И это же отображение должно быть на каждом уверовавшем, на каждом из нас, драгоценное. Это должно очень сильно нас ободрить, мне кажется, именем моим и так далее будут брать змей. И если что, смертоносное выпьют. Мы не идем специально брать змей. Мы не идем просто, всем сказали, значит, там инфекция, а мы не боимся, мы маски все сняли, мы идем общаемся там. Мы не идем вот так вот глупо, нам Бог дал дух здравого разума. То есть апостол Павел не искал в этом хворосте, где же тут змея, чтобы продемонстрировать всем этим аборигенам, что он, в общем-то, как Бог. О, нашел змею, пожалуйста, сюда, давай, оп. Он, конечно, так не делал. Он жил нормально, как все, он пошел там, все уставшие после этого кораблекрушения были. А он пошел, ободрился, пошел хворост собирать, и так получилось. Поэтому мы не идем специально, Иисус не бросился сверху вниз, значит, когда дьявол его искушал, говорит, сбросься вниз. И все увидят, что ты Сын Божий. Он так не сделал, он сказал, не искушай Господа, Бога твоего, напрасно. Поэтому и нам тоже надо иметь разум, надо иметь здравость, надо хранить себя в это непростое время. Не надо просто глупо, бездумно лезть куда-то, не одевая маски, без перчаток, и лезть там, где ты понимаешь, может быть, инфекция. Зачем? Имей разум. Но если даже что-то произойдет, когда ты со своей стороны делаешь все, как надо, когда ты заботишься о себе перед Богом и о своих домашних, и ты снаряжаешь их, понимая, что они могут быть в опасности, когда ты перед Богом делаешь все, что от тебя зависит. Но в то же время ты с чем-то столкнулся, ты можешь даже этого не понимать, как апостол Павел, он же не знал, что там прилипнет эта змея. Мы можем даже этого не понять. Если ты этого не понимаешь, Бог защитит тебя. Я читаю то, что здесь написано. И если выпьют смертоносное, что? Не специально. Но если выпьют, просто в то время, знаете, было достаточно распространено вот это убийство при помощи отравления, когда царям что-то подсыпали, там, другим людям, которые хотели убрать, вот. И здесь Писание говорит, что Иисус говорит, не бойтесь. Если даже что-то вы выпьете, съедите, что-то не так произойдет, вы защищали себя, но все-таки так произошло. Как-то обстоятельства, кажется, оказались больше, чем вас. Сила Божья больше, чем эти обстоятельства. И поэтому не бойтесь. Храните себя. Защищайте себя. И не бойтесь, потому что совершенная защита Божья на каждом из вас. И совершенное упование должно быть у нас. Итак, Господь, нет, последнее, возложат руки на больных, и они будут здоровы. А вот это уже осознанно. Это уже осознанно, но надо иметь водительство Духа Святого. Однажды Иисус проходил и увидел, что ему кричат, о, Иисус, Иисус, Сын Давидов, помилуй нас. И это было прокаженные, их было несколько, их было 10 человек прокаженных. Они не могли находиться в городе, подобно как сейчас вот карантин и так далее. Для каждого прокаженного был карантин. Их выдворяли за город, чтобы они не заразили никого. И это был закон Божий, это было правильно, чтобы сохранить все общество от заразы. И вот их отправили туда за город, и они оказались за городом, и они не могли приближаться даже к городу. Но они слышали каким-то образом, по всей видимости, через тех, которые приносили им пищу. Они услышали, что какой-то Сын Божий, в общем-то, среди этого первосвященнического рода, среди священников, книжников, он не числится. Никто его не ставил, никто ему не давал силу и власть из людей. Но он исцеляет любого человека от болезни. Но он меняет обстоятельства просто сплошь и рядом. Он больных исцеляет, он мертвых воскрешает. Он дает надежду тем, которые совсем потеряли надежду. Он поднимает тех, кого мир так опустил, что уже невозможно, кажется, подняться. Они услышали и стали кричать. Иисус! Иисус, помилуй нас! Иисус сказал им, что сделать, они пошли и исцелились, когда послушались. В другом месте написано, что Иисус прикоснулся. Прикоснулся к прокаженному и зараза оставила его. Надо быть чувствительными к Духу Святому и понимать, где надо просто сказать, а где, возможно, надо провозгласить и прикоснуться. Но здесь водительство Духа Святого, чтобы не искушать Господа Бога своего напрасно. Но главное, что я хочу сказать, дорогие, это то, что та же сила, которая была на Иисусе, никто из людей Ему не давал эту силу. Та же сила и власть сегодня на тех, кто уверовал в Иисуса Христа. Потому что Иисус Христос, умерший за наши грехи и воскресший из мертвых, Он, написано, воссел одесную Бога, и Он сегодня ходатайствует за каждого из нас. И Он посылает нам Дух Свой Святой, и Он дает нам силу Свою, чтобы мы могли действовать точно так же, как действовал Он. Чтобы мы могли усилиться и действовать в этом мире. Чтобы мы могли быть уверены, что мы, имея здравый разум, храня себя от всякой заразы, полностью находимся под защитой Божьей. Чтобы мы были уверены в этом, и чтобы мы понимали, что Бог хочет использовать нас в это время, чтобы проповедовать людям о спасении. Итак, это были, по всей видимости, последние слова, которые Иисус сказал Своим ученикам. Итак, Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога. Они пошли и проповедовали везде. При Господнем содействии и при подкреплении Слова последующими знамениями. Все это происходило. Аминь. Итак, Иисус имел власть, которая была не от мира сего. Он имел силу, которой никто не мог противостать. Теперь мы видим ту же самую власть, ту же самую силу Иисус передал ученикам и передал всем, кто уверует в Него. Поэтому сегодня мы принимаем эту силу и власть. Сегодня мы обновляем эту истину, что мы можем ходить в любое время в силе Божьей и в Божьем авторитете. Остается вопрос, как нам иметь эту власть? Я согласен, что у нас есть разный опыт. Возможно, вы молились за больных и они не исцелились. Возможно, вы сами в какой-то момент где-то заболели и что-то сами переживали. Разное было время и разный у нас может быть опыт. Поэтому сегодня, я думаю, актуальный вопрос. Мы хотим иметь эту силу? Мы видим, что здесь написано. Как нам иметь эту силу? Я хочу вам дать три важных условия, которые нам необходимо соблюдать, чтобы иметь эту силу. Нет, я бы не так сказал. Чтобы эта сила была высвобождена, потому что я верю, что Слово Божье истинно. И оно говорит, что Иисус сказал уже, что каждый уверовавший просто от того, что ты уверовал, на тебе есть это помазание. От того, что ты уверовал, на тебе есть эта власть и сила детей Божьих, сын ты или дочь Божья. Итак, первое, чтобы эта сила была высвобождена, чтобы власть Божья, она была явной на тебе, а не теоретической. Первое, надо веровать, что Иисус воскрес из мертвых. Надо веровать, что это уже произошло. Что то, что написано об Иисусе, это истина. Написано так, что Он вознесся на небо и восел по правую руку от Бога Отца. Друзья мои, Отец и Сын, которые создали это все, кто может быть сильнее? Кто может им противостать? Никакая сила. И вот они передают эту силу нам, церкви своей. Они посылают Духа Святого для того, чтобы Дух Святой вел, руководил нами и наполнял нас своей силой. Вот что написано в книге Деяния апостола 2 глава 24 стих. Но Бог воскресил Его, Иисуса Христа, расторгнув узы смерти, потому что Ей невозможно было удержать Его. Прославь Господа там, где Ты находишься. Там, где Ты находишься, прославь просто Его и скажи, Господь, я верю, что Ты воскрес из мертвых. Я верю, что Ты сейчас прямо жив. Я верю, что Ты вместе с Отцом и не может быть никого сильнее Тебя. Аллилуйя! Сейчас остается время, написано, что сейчас время, когда Отец подчиняет абсолютно все к ногам Иисуса Христа, который согласился пострадать и умереть за наши грехи. Сегодня время, когда Отец производит эту серьезную работу над всей землей. И каждый человек, и каждая сила, и каждый дух рано или поздно признают господство Иисуса Христа. Кому-то кто-то будет в восторге от этого, потому что они откроют сердце и сделают это добровольно. А кто-то будет скрежетать зубами, будет изнывать от боли, будет дальше противиться. Но никто, слышите, никто не сможет противостоять воле Божьей, не за горами суд за все деяния человеческие. И сегодня только тот, кто поверит в Иисуса Христа, будет спасен и, более того, примет эту власть и силу Божью. Но тот, кто не поверит, но тот, кто останется упертым в своем, написано, он будет осужден. Это страшное осуждение, потому что оно касается не просто каких-то измененных ситуаций на земле. Это осуждение касается вечности. Когда каждый, кто отвергнет любовь Иисуса Христа и спасение Его, окажется страдающим вечно за свои грехи в озере Огненном. Это очень страшная перспектива. Поэтому сегодня, для того, чтобы эта сила и власть была высвобождена через нас, нам нужно верить, что Иисус Христос воскрес и что Он жив. Что бы и интересно делали ученики Иисуса, если бы они поверили, они оставались в таком состоянии, за которое потом Иисус их упрекал. Чем отличаются верующие ученики Иисуса от неверующих учеников Иисуса, как это непарадоксально звучит. Я думаю, что бы интересно ученики делали, если бы они поверили Марии, если бы они поверили двум тем ученикам, которые шли по дороге в Ямаус, и которым Иисус пристал. Что бы они делали? Я понимаю, их состояние было бы совершенно другое. Они бы не просто возлежали, рассуждая, как же им жить дальше теперь, сколько масок нам надо купить и так далее. И они бы не рассуждали, как они будут там жить дальше и справляться со всеми этими ситуациями без Иисуса. Нет, я думаю, что они либо искали бы Иисуса, где, где, если Он воскрес, где Он? Либо они бы, если понимали, не могут по-человечески найти, они бы просто ожидали. Иисус, Иисус, Ты можешь прийти прямо сейчас, Ты можешь прийти в любую ситуацию. Либо искали, либо ожидали. Я думаю, этим отличается верующий ученик от неверующего. Верующий либо ищет Иисуса, либо ожидает, но верит, что воскресший Христос придет в любую ситуацию и никогда не оставит, и никогда не покинет. Следующее, что важно нам понимать для того, чтобы сила Божья проявлялась через нашу жизнь, необходимо проводить время с Иисусом. Друзья мои, как бы это ни звучало банально, может быть, для кого-то, ты не заменишь ничем время, проведенное с Иисусом Христом. И я не говорю сейчас о какой-то форме. Я говорю конкретно то, что я говорю. Нам нужно время со Христом. А ты начинаешь молиться, ты не чувствуешь Его, ты не понимаешь Его. Так что ж, достигни того, чтобы исполниться Духом Святым, чтобы эта сила Божья стала ощутимой на тебе, чтобы ты оделся во Христа. Ну что ж, приложи усилия, чтобы подчинить каждую мысль свою к Нему в подножие ног. Подчини в послушании Иисусу Христу, свергни с себя всякое бремя какое-то, всякий грех запинающийся. Начни искать Его. И Он откроется. Написано, Он недалеко. Он близко. Для того, чтобы исцелять, для того, чтобы освобождать, для того, чтобы дать тебе утешение, силу, смелость, чтобы разрушить все дела дьявола. Он близко. Но начни искать Его. Начни ожидать Его. Этим ты будешь отличаться от неверующих учеников Иисуса, которые тоже, оказывается, бывают. И мы, я иногда себя обнаруживаю в числе таковых. Но сегодня я себе также говорю, что нужно, необходимо иметь это время с Иисусом. И в этом времени ты начинаешь Его чувствовать. Ты начинаешь Его понимать. Ты начинаешь быть близок к Нему. Ты начинаешь ощущать эту силу Божью. Поэтому написано, что не упивайтесь вином в послании к Ефесянам в 5 главе с 18 стиха. Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство. Распутство, вино, люди пьют, уходят в запой, когда не могут, не знают, что сделать. И в это время, возможно, ко многим придет эта мысль. Да, все потеряно, или я заболел уже, или кто-то заболел. Что теперь делать? Не знаем, что делать. И уходят в запой. Нет, это не наша перспектива. Не упивайтесь вином, от этого только распутство, от этого разрушение, от этого нет ничего хорошего. Но исполняйтесь Духом Святым. Исполняйтесь Духом. Исполняйтесь Духом. Это следующее условие, которое необходимо, чтобы сила Божья и власть Божья, они высвобождались и проявлялись через вас. И дальше написано, как нужно исполняться Духом Святым. Послушайте, прям конкретно так и написано. Руководство к действию для тех, кто хочет исполняться Духом Святым. Назидайте самих себя. Это время, дорогой мой брат и сестра, это время, когда не будет тебя уже назидать вот это прославление прекрасное в воскресенье, которое вот при всех, и ты будешь наблюдать и рассуждать, хорошо они прославляют или плохо, подготовились они сегодня к прославлению должным образом или нет. Нет, послушайте, пришло время назидать самих себя псалмами. Никто не посмотрит сейчас, когда ты один находишься в комнате, и когда здесь призывают и говорят, а теперь давайте поклонимся Богу, а ты пошел посуду мыть, например. Никто это не может отследить, конечно, ведь ты дома, и тебя никто не видит. Но если ты перед Богом, если ты хочешь иметь в это непростое время силу Божью, которая будет истекать через тебя, если ты хочешь иметь в виду власть Божью, с которой никто, никакая власть этого мира не может справиться, то тогда начни исполняться Духом, начни назидать себя, самого себя псалмами, песнопениями, словословиями духовными, поя и воспевая, где? В сердце. Прежде всего, пусть из сердца и зальется эта радость, это доверие, это поклонение Бог, а ты превыше всего. Бог, я тут один, да. Кто-то с семьями, слава Богу, получается собраться, а у кого-то есть родственники неверующих, так вы подтяните всех. Скажите сейчас, время, чтобы поклониться Богу и начни славить Его. Ты перед Богом в сердце своем прежде всего, в сердце своем, в сердце своем. Может быть, это время, когда многие просто раскроются перед Богом, когда они начнут назидать самих себя, поя и воспевая в сердце своем, и тогда они не смогут удержать это и наружи, понимаете? Из сердца потекут реки живой воды, из чрева написано от избытка сердца, будут говорить уста. Да, и последнее, последнее, что я могу сейчас сказать вам, это сила в слове. Изучайте слово Божье. Сейчас условия такие, что у нас время достаточно, многие из нас на работу теперь не будут ходить, потратите это время, чтобы изучать слово Божье, потому что слово Божье живо и действенно. Оно острее всякого меча обоюдоострого. Оно готово поразить любого врага и дать тебе жизнь. Поэтому изучайте слово Божье. Итак, драгоценные три условия. Или первое, давайте веровать, что Иисус воскрес из мертвых, и Он прямо сейчас имеет власть над всей землей. Он Господь и Спаситель наш. Второе, друзья, давайте будем насидать самих себя, давайте будем перед Богом находиться, давайте будем в Его присутствии находиться, это время. И третье, давайте возьмем слово Божье, как самое мощное оружие, этот меч, возьмем меч, этот, слово Божье, и будем с этим мечом идти по жизни. И Бог благословит каждого из нас, драгоценные. Я очень люблю вас и благословляю вас в это непростое время и хочу помолиться. Если вы там, где есть, сидите, можете встать и перед Богом, и давайте мы помолимся. Отец Небесный, мы благодарны Тебе за Иисуса Христа. Мы благодарны за эту власть, которую мы видим на Нем, Господи, когда Он жил на этой земле. Мы благодарны Тебе за этот авторитет Сына Божьего, который Иисус продемонстрировал всем, кто видел Его, всем, кто слышал Его. Они удивлялись, откуда у Него это, Господи, а Он имел это непосредственно от Тебя. Мы благодарны Тебе, Иисус, за то, что Ты пролил Свою кровь за наши грехи. И мы благодарны Тебе за то, что Ты назвал нас своими друзьями. Мы благодарны Тебе за то, что Ты пришел не для того, чтобы осудить, обвинить нас, но Ты пришел, чтобы взять наше наказание на себя и спасти нас. И более того, назвать нас детьми своими и дать нам силу и власть. Господи, мы благодарим Тебя за это. Мы благодарим Тебя за это, мы принимаем эту власть. Мы просим прости за неверие, мы просим прости за суету, мы просим прости за страхи. Мы отрекаемся сейчас от всякого страха. Мы отрекаемся сейчас от всякого греха. Мы отрекаемся от всякой нечистоты. Господи, мы Тебя хотим воспевать в сердцах наших, мы Тебя хотим превозносить выше всякого имени, и мы просим Тебя, Господь, помоги, пусть для многих это будет новым началом, пусть для многих, Господи, это будет временем, когда они восстанут из мертвых, когда они обретут спасение, когда они услышат Тебя, говорящего в свою жизнь. Господи, да будет имя Твое благословенно, я сейчас со многими братьями и сестрами прославляю Тебя, благословляю Твое имя, с теми, кто присоединяется к нам в это время, там, где они смотрят трансляцию, мы благословляем Тебя, Бог, мы ожидаем Тебя, Бог, мы ожидаем Твоей силы, мы ожидаем Твоего водительства, мы ожидаем Твоей власти, Господь, мы благословляем Тебя, Мы признаем только Тебя, Владыка неба и земли. Ты, Господин неба и Господин земли. Слава Тебе, Боже! Спасибо Тебе!